МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Akademik Nikola Hajdin, građevinski inženjer. Gospodine Hajdin, rođeni ste 1923. godine u Gorskom Kotaru, 4. aprila. Как вы, как ребенок, помните этот период в Краевине Срба, Хрвата и Словенца, а потом в Краевине Югославии? Как вы говорите, я был достаточно стар, когда Югославия не осталась. В 1941 году я был в войне, но я был 18 лет. То есть, что я знал, что я знал о Югославии и о Срби, и положении Срба в Хрватии, и положении Срба в Югославии. Это не было ничего, но я не был ребенка. В 1934 году, когда был краев Александр, сколько вы имели годы? Да, в 1934 году я имел 11 годы. Я учил первый раз в Гибрадзии в Загребе, и когда был в Краеве, мы все плакали, понимаете? Потому что мы думали, что это и Краев Славия, и Краев Срба, и Краев Срба в Хрватии. В 1941 году вы вы избегли в Белграде? Да, да, да. Потому что мой отец, случайно, после 5 лет, он был готов к убийству, и меня, и его, и его, и его, и его, и его. И так мы, в течение ночи, в очередной день, в браке, в женскую столицу, в Русском, и на позади, на паверону, но с другой стороны, ушли мы в Краевице в воз. Сейчас мы сели в воз, и мой отец дали пару, некому не знаю кому, и он получил плохую исправу, плохую документу, чтобы идти, чтобы купить город, где-то в Хрватии, но и на границе с Србией. Сейчас мы сели в воз, и в поле из страха, и в течение того, что у меня было очень страшно. Это было так страшно время, когда мы скидали людей с вода и убили их. Усташе? Да. И вот мы пришли в Белград, в рано, утром, и зашли из вода. Когда я прошел ту макарскую улицу до Теразия, я видел четыре бандеры, и четыре человека обещали бандеры. Такое, после различных дней у Хрватии, мы пришли сюда. Мы пришли сюда, и мы пришли сюда, и мы пришли сюда, как у Хрватии. И вот, господин Хайдин, ваша жизнь очень богат, но мы сейчас должны прескать и годы. В 1951 году вы учитывали на Градьевинском факультете, или так? Да, да. В 1956 году вы учитывали, а от 1966 года вы учитывали профессор. Какие предметы вы учитывали? Учитывали новые предметы, а в основном они относились к конструкциям. Первое, что называется теория конструкциям, другой предмет был биомеханика конструкциям. В основном они были предметы, которые были связаны к конструкциям. Тут мы продали и о мостове, и о ручном бране. Когда вы учитывали первый мост? Сколько вы учитывали мостов? Я родился как третичер и не думал о мостове, чтобы я проектовал. Но один коллега мне говорил, что это был анонимный конкурс. Он конкурсов на мост, на Сисе, на Жабля. Интересно, я хотел бы сделать этот проект. Это было чудо, и даже я был начальник на конкурсу, когда я был тайны, мы получили первую награду. Это было определено моим путем, чтобы я увидеть, что это было значимое значимое значение. Ваши мостови с косвим затягами, в 60-х годах, были и революцией в строительстве. Абсолютно. До этого момента, в основном, великой распори, возможности преодолевать великую реку, с одной стороны и с другой стороны. Решаловцы на то, что люди, с много трудов и много муки, бушили рупы и ставили ступы. На тот же момент, они преодолевали реку, и вместо реку, как была Сава, с 250 метров, они были поделены на 50 метров. Но это было очень тяжело. Это было очень тяжело. И, во-первых, из Градьевицкой техники, они были в своем теплее. Один день, люди пришли на идею, чтобы на местах ступов, на местах, где была подопротная конструкция, чтобы на местах ставить ступы, которые были связаны с пилоном. И, на тот же момент, они поддерживали мост. Вместо того, когда мы подопили с ступов, мы их обвесили на вешали. Это было абсолютно новое. Это было первое место. Это было первое место в 1961 году. А я уже в 1979 году проектовал на очень большой мост, а это был мост против Савея. Я могу свободно сказать, абсолютно много удовольствия, чтобы спадать между пионерами с косыми затягами, чтобы спадать между пять-шестью людей, которые были в этом доме в этом доме, в этом доме, которые были направлены и доверили их до того, как они имеют значение, как они имеют сегодня. Мост с косыми затягами и Мост Слободе в Новом Саду. Да. Мост Слободе был один из самых больших мостов в этом доме. В этом доме, в этом доме, в доме, было 351 метра 351 метра. Это представлено светский рекорд и рекорд на Дунаве. В этом доме, в какой-то момент, требовало решение. Решение было что были затраги. Я тогда, не только что я снял новый элемент в хостер-городе и в Хостер-городе. В этом доме, в том, что я снял нежные стыли, в целом, от прянули свежих и большие толщины. Я не была в деревне полиэтиленского центра, где и сегодня можно видеть красиво. Иво Андреевич говорит что из всего что человек в своем животном нагону подиже и гради в моих очах, в моих очах, говорит Андреевич, ничего не более и полезнее от мостов. Он дальше пишет мостов всегда служит за добро, никогда за зло. Но 3. апреля или 4. на ваш родственник бомбардировал Новый Сад и срушен мост Слобода. Как вы себя чувствовали, когда вы слышали? Я не могу сказать, что я, в первую очередь, был ущерб. Я не был пополчен, что произошло. Когда я подумал, я увидел, что это огромная катастрофа. Но я, как человек, поддерживал свою оптимисту, и я думал, что мы не могли обновить этот мост. Так же и было. Так же и было. После восемь дана, после победы, я пошел и увидел как издал твой порушенный мост. Я пришел с Чавцем до моста, попел на твой хос и мост, таков порушенный мост. Я взглянул его и подумал как это будет, как это будет, и как мы улучшимся, чтобы обновить мост. Уход моста требовалось изменять несколько элементов, но и один хороший делок моста. Истин принцип о строительстве и так далее? Да. И тогда я, понимаете, благодаря поддержку людей из моста, которые были со мной бесплатно начали работать с проектом моста в Новом Израиле. Но, конечно, мы не получили поддержку. Тогда Европейская уния считала, что важно порушить мосты, а мы не были добрыми голосов, вы знаете и сами, и шанса, чтобы обновить мост, была достаточно маленькая. Я приехал в Бечу и Парагу и здесь, где говорили о том, что надо делать. Увеки были ответы. Мы порушили мосты, чтобы это было, а вы, чтобы их сделать. Между тем, ситуация была проверена, когда была война, здесь была новая, новая демократическая власть, и они пришли, чтобы дать деньги, и помочь им за сохранение этого моста. И 2005-е он... Мы не смотрели. Но они называли, как страны, и они собрали на мост так, как говорили, чтобы собрали его сделать так, чтобы его использовать. Но я, между тем, был принципием. Мост должен быть самым, как он был. Или он действительно самым? Он был самым. Он был первый раз в Новом Саде, а после того, как он был в Новом Саде, когда этот мост был разрушен, он не будет получен, он не будет получен, и он думает, что он был разрушен. Он думает, что это был самым, который был разрушен. Новый год он был разрушен. У него хотел бы сделать цех сел. Они получили и он были подросткой. Он был разрушен, и селы, он был разрушен. и мастерские стены, Кометанты, вы работали селы, и пора, и лишь-то. И так далее, и высоких мастер, и так далее. Многие заборавляют, что вы делали ручные браны и ваш научный работ. Да, я начинал, и я посвятил, когда я работал с ручными бранами, с этим я начался. И эти браны, понимаете, представляют великой скок в гражданстве. Прежде всего, эти браны не было так много веков. Надо сделать ручную брану, чтобы оставить реку, и для того, чтобы обрезать землю с водой. Это был сан многих работников и сан многих энергетиков, чтобы добиться энергии, которые могут быть очень легко через так называемые ручные браны. И я посвятил о том, что это было. Это был первым, я могу сказать, свободно, первым в мире, я начал изучать ручные браны. И в конце концов, я был консультантом за ручные браны, как Град Чарево, как Глазньо, и так далее. Я лично проектовал, и я пришел сюда, когда она была брана, и был ответом за брану до самого конца. Вы сказали, что вы создали славу, как вы создали мосты, но вы научный работе в сенце, как вы создали мосты. И так же. И так же. Понимаешь? Я понимаю, что это было важно для народа, и для общества. Мосты были важнее, но в саму научный работе. У научный работе было больше, чем в большом или меньшей мере, и близко от них принимали над этим научным работом. Понимаешь? А и обичном человеку он видит эти мосты, а научные рады не понимают. Да, не видит. Такое, так что мы чувствуем. Мосты, которые были больше счастлива и славы, чем научные рады. И как я, за Хайлович, и научные рады, я был профессор и академик. Господин Хайдин, только чтобы поменять, что вы получили первую награду на полской речи, вы получили первую награду. То есть, это был ваш большой проект. На одном тайном конгрусе, а тайном, в смысле, автора, я сам се осудил и послал рад. Ни сам мог за что рачунул рад на то, но я могла послать рад, а что было бы было. И было срещу, без омзира на сакции, твой мост, твой мост, твой мост, который я предоставил, измеренно как лучший. И по нему я изградил мост в полской. То есть, в то время, первый большой мост в Мальнегрославии, и первый большой мост в Полской. Одно абсолютно великое достижение. Господин Хайдин, сколько в Белограду требуют мосты, и на коих местах требуются границей. Первое вопрос, это легко открыть. Белограду требует больше мостов, но на второе вопрос, как это сделать, это очень тяжело. На самом деле, Белоград, это очень важное дело, уже запосле от Саву. Если вы посмотрите на Саву, вы увидите, что она на много места прошла, и има свои мосты. Это тяжело, чтобы сделать мост, который будет иметь через Белоград, и иметь пут, или на улицу. Если вы посмотрите, что вы делаете Белоградскую женскую столицу, мы бы с этой стороны, до Белоградской, могли бы улететь мост. Но как бы вылететь, и после того, мост продажить в Белограду, в Белограду. Это был огромный проблем. Поэтому сегодня есть такие возможности, если он не может пройти по Саву, он может пройти по Саву. Вы думаете, на метро? Да. Не может быть метро, это может быть подземный мост для другого обращения. Подземный мост? Да, да. Да, и иметь много в мире. А сколько это было? Сколько раз это было? Да, это было 2-2,5 раза. А на Дунаву? Дунав у нас есть такая ситуация, но тяжело. Дунав у нас есть большая река. Дунав у нас есть шире, и Дунав у нас есть глубокий. Дунав у нас есть большая река, и это очень тяжело делать мост. У нас есть три моста на Дунаву, и два-три моста. Это было самое лучшее, чтобы обеспечить модель, как в Беладе, так и в Холиде Беладе. Господин Хайдин, мы говорили Иву Андреевича. Что вы думаете о этих мостах, и в Вишеграде, которые были построены уже 400-500 лет? Какие были строители? В каждой эпохе есть свои мастеры. Это были мастеры, и сегодня эти мосты. Они были мастеры своего дома. Он уже был дома, когда строители мостов увидели, что, по-другому, можно было бы лучше решение. Так что эти мосты, как в Вишеградске, были немного заслужены. И на то же, они были увеличены миллиарды. Они были увеличены, и они увеличены. Вы понимаете, потому что они имеют луточки? Да, да, да. У нас увеличены. Да, да. Такое. Мастер, который делал это, он знал много времени. Мастеры с моим generацией, или предоставлено моим generацией. Один из них. Они были строены на базе научных. Прежде всего, мосты были строены с сердцем. Мастеры были строены так, что мои генеральные люди и они были думали как это делать. Такое, как строители прошлое, практически все. Струкции, которые были построены на научно, начали строители от 19 века. Продолжение следует. Все было построено во время предпославления. Некоторые из этих строительств остались, а некоторые не было. Господин Хадин, что вы думаете, какой самый большой городской подзыв в истории? Или это пирамиды, кинезский зид? Все время имело свои рекордеры. Все время имело свои небольшие отстанки. Продолжение следует, и конструктивная техника, развиваясь через историю, чтобы пришли до этого, как раз. В будущем будут новые мосты, новые доски. Первый человек начал прелазить реку, что ставил дерево, брвно. Сколько он могла пройти, это были маленькие речки. Потом, понимаешь, он пришел на идею, чтобы строить струбов, чтобы прежде них брвно гряды. Это было бы лучше. И на конкурсе он пришел на идею, чтобы строить камеры. Это были камеры, которые были созданы Римляне, которые были созданы в Ренесансе. Такое все было дальше. И на конкурсе вы строили мосты без струбов, или так? И на конкурсе было направлено, и он продолжал его строительство. В 19-ом веке появились новые материалы. В 19-ом веке появился ручок. И с др? И с др? С др? Это были вekt skeptical с др? В росте из др? это не могло другим, но и с др? С др? С др.? Дальше, когда я припадал, появились другие материалы. Один из этих материалов был известный человек. Это так называемый армиральный бетон. Это бетон в котором мы строили челищные шипки, которые, вместе с бетоном, чили целину. И еще один год назад, когда эти шипки не были обычные, они были высоковременными и пренатегнутыми. Это произошло до так называемых преднапринутых мостов. Это был известный мост в мостах. У этих преднапринутых системах работал Жежель. У минут два выяснили всю историю технологии строения мостов. Господин Хайдин, ваш вопрос был очень большой. Господин Хайдин, на что сте вы наиболее? Знаете, на что я поносил, может, другие так не говорят. Я, например, из области теории, я поносил на то, что я успел на какой-то способ, чтобы дать множество появлений о структуре, и многие структуре. Я думаю, что это научный работ и исследование, и открытие в новичном работе от великой важности. Между тем, научный работ является важным, но он не только интересен для мисленного человека. Мисленный человек, и вы, он больше ценит на то, что вы можете видеть, а это мостов и брали. Я начинал с брали, а потом, понимаете, все теории мостовы, а если вы хотите мостовы, Николай Хайдин, он будет делать мостовы. Господин Хайдин, вы получили все большие награды, награды авноя, октябрьские награды. Вы были профессором на высокой технической школе у Цириху, это одна из самых известных факультетов гражданских. Да. Вы члены несколько академий, 4-5 академий. Да. Вы были полиглотами. Шесть академий, а мы говорим о 5 языках. 5 языков, а вы были председателем Српской академии наука и умеетности. Как бы вы оценили ваш период когда вы были председателем? Знаете, мой главный задаток, как я считал, было оценивать достоинство академии в те тяжкие времена в которых мы пролезли. Я успел это, чтобы я получил эту академию которую я получил, здесь и у него было 15 лет и у него было 15 лет. А, господина Хайдин, и вы были в этом году вы были витален человек. Скоро, несколько лет, вы были скиданы, да? Да, до 90-е годы. Вы были скиданы, да? Да, да. А вы любите позорище и оперу, да? Да, да, да. что-то вы любите и что-то что-то вы любите в оперу. Сейчас много меньше, но это было очень честно. арию, профессор в Филадельфии, на университете. мой сын был профессор в Филадельфии, а сейчас живет в Цириху, здесь и вводит научную организацию высокого уровня, которая советует власти в Цириху, в Беще, и в Берлин, и в Грибишу, и в Париже. Он один от руководителей за научный программ Северной Университет. Он контролирует и научный который вводит почувствующий программ КОСТ. Так он в некотором способе достигнуть в научном «Господин» Хайдин, вы работаете сегодня? Как вы проводите сегодня? Да, я не работаю, но я не работаю, но что называется «профессионная деятельность». Но интересно, я начинал несколько вещей из научной и это и продолжал. Дан, с моим сотрудником, Ненедом Марковичем, объявляем работы в наиболее часов. Бог, вы увидите в референциях, в моем имени и сотрудникам. Я стар, но не остался. Много вы работали, и и сегодня, но вы заявили в Я всегда думал, что наука требует систематизм, и другое требует работа, когда не прекратится из дня в день. Прежде всего, люди, которые очень довольны, очень честно работают с умными послами. Потому что у Лавки нет журбов. Прежде всего, есть время и для разговора. Спасибо вам за разговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!